И сегодняшним пасмурным утром хочу вам рассказать, показать, как я веду свой ежедневник. И как вы уже заранее знаете из моих прошлых видео, я не веду ежедневник каждый день, я не веду его прям по пунктикам, вплоть до выполнения всех дел. Это больше такой творческий полет мысли, но тем не менее, вы не поверите, но вчера я реально, я реально выполнила все планы, что я написала себе на день. Так что у меня вот такой ежедневник, он в виде такой прикольной диснеевской, в общем-то, книжки. Знаете, что меня поразило в нем, когда я перенесла его домой? Посмотрите на эту девочку, посмотрите, как у нее буфера. Это реально ежедневничек для детей, это блокнот для детей. Гляньте, ей не больше 12 лет, откуда у нее такие? Скажу вам немножко о концепции вообще ведения этого ежедневника, что помогает мне быть более организованной в течение дня, хотя это очень сложно. И вот реально вчера я все это выполнила. Поэтому давайте начнем. Мне не нравятся такие оформленные странички, и пишу я только вот на правой стороне. Я все время стараюсь как-то, знаете, озаглавить свой день, придумать какой-то особый девиз, который отразит, в принципе, мой день. Поэтому сегодня это будет странно. Кстати говоря, я миксую английский и русский язык, потому что, ну, мне так больше нравится. И сегодня давайте я назову его будни начинающего йога. То у меня жутко болит нога. И, скорее всего, она болит как раз из-за того, что я более так стала тренироваться жестче, чем обычно. И я занимаюсь растяжкой, и некоторыми упражнениями из йоги балуюсь. И это мне немножко помогает с моим больным коленом. Дальше я обязательно пишу настроение себе на весь день. Какое настроение у меня в этот день? Я смотрю в окно, я смотрю на себя в зеркало. И придумываю, что... Точнее, не придумываю, а анализирую, какой у меня на сегодня настрой. Сегодня у меня будет настроение... Ну, судя по тому, что на улице опять-таки хмуро и пасмурно. Пускай я сегодня буду горе-писателем, допустим. Очень хмурые люди, которые замыкаются в себе, ходят по улицам, мечтают, пьют горячий кофе, какао. И их лучше не трогать, потому что вы их все равно не поймете. Сегодня я буду горе-писателем. Мне потом очень интересно все это перечитывать. Look of the day, то есть look или clothes of the day. Look of the day это в чем я буду сегодня одета. Это у меня будет стиль, знаете, в начале 90-х у англичан почему-то был такой особый стиль. Это были такие красные клетчатые рубашки, какие-то такие помятые, потертые серые джинсы, какие-то такие кепки. Ну, это такой стиль лесорубов, я даже не знаю. В общем, у меня есть такая прикольная куртка цвета хаки. Такая очень старая, ей уже очень много лет, ее носил дедушка. И сегодня я буду в стиле, напишу, English style 90-х. Make up of the day. Чего я на свое лицо сегодня одену? Так что сегодня у меня будет... Но опять-таки, это не обязательно как-то творчески расписать, поэтому я пишу без макияжа. По-русски пишу. Что-то как-то хочется теперь. Ну и напишу в стиле лондонской Kate Moss. Kate Moss отдыхает. Кстати, почему я когда представляю Kate Moss, у меня все время представляется, она такая, знаете, помятая, без макияжа, немножко укуренная и с немытой башкой. Не знаю. У меня, кстати, башка мытая, потому что сегодня я буду Kate Moss с чистой головой. Music of the day, потому что музыка всегда задает настроение на весь день. Сегодня я разные ручки беру, но я просто хочу показать вам. А эта группа будет Shine Down. Я подсела на нее заново. Shine Down. Не вертелось. Далее эта группа Drown Pool. Они реально заряжают просто на ура. Крутые ребята, мне очень нравятся. Погармарно, хочу переслушать. Вардруну хочу послушать еще. И пару песен в мельнице. Это у меня идут покупки и это дела. То есть... Так, и в плане покупок, я даже не знаю, по-моему, мне сегодня даже ничего не надо купить. Напишу, купить поклажку воды. Вода 6 литров, потому что воды нет, пить хочется, постирать. И знаете, я когда пишу дела, я не пишу, а какие-то супер-мега-важные дела, которые я точно никогда не забуду. Например, пойти на работу, пойти на бокс, сделать то-то. Я пишу такие иногда не очень важные вещи, но которые мне все-таки нужно сделать, и о которых я реально могу забыть. Так, постирать обязательно, потому что мне просто не в чем будет идти сегодня на тренировку. Я хочу позаниматься английским, хотя бы просто послушать аудирование, хотя бы посмотреть сериал на английском, ну что угодно, ну просто. Когда-то увлекалась немного норвежским языком. Он так классно звучит. Знаете, как будто вот, я не знаю, такое теплое, такое нежное облако вас окутывает. Вот, я не знаю, послушайте норвежский язык, кому понравится. Просто напишу Скандинавия, потому что я не знаю, какой язык мне больше нравится. Из творческих дел мне сегодня нужно будет дописать, точнее, ну да, дописать главу Ранвей Кингальд, потому что главу фаната я вчера уже выложила. Как вы можете заметить, я не использую никаких наклеек, я не использую каких-то декоративных скотчей, штампиков, ничего такого, что обычно можно видеть в типичном ежедневнике людей. У меня лично такое отношение, я ничего не имею против, наоборот это здорово, это самовыражение, это творчество. Я просто, я графоман, я люблю писать, и чем больше я пишу, тем мне больше хочется, тем больше мне это нравится. Если просто возьму вот типа какая-то киса, наклею сюда наклейку куда-нибудь, то это просто съест мое пространство, мою бумагу, где я могла что-то написать. Ну и, конечно, это не все планы на мой день, конечно, я буду делать намного больше, но это такие вещи, которые я как бы не хотела забыть, которые я реально хочу попробовать. На самом деле я пишу разные вещи, я пишу какие-то, или в данный момент текст песни мне как-то подходит в моей жизни, то есть это сугубо-сугубо такое личное. И для каждого человека это будет иметь какой-то свой смысл, у меня это свой смысл, поэтому вот этот вот блог, так скажем, он идет абсолютно индивидуально для каждого человека, поэтому сюда вы можете писать абсолютно-абсолютно все-все-все, что угодно. Кстати, по поводу группы, крутая группа, серьезная, но я нельзя слушать, когда я в плохом настроении, потому что тексты у них очень-очень такие тяжелые, но крутые. Ну что, друзья, такова была моя организация ежедневного процесса, это изо дня в день может меняться, то есть я не пишу ежедневник каждый день, но тем не менее вот это вот mood of the day, look of the day, make-up of the day, music of the day, все это остается прежним. To do и to buy всегда остаются на местах. Это скорее такой типичный личный дневник, даже можно так сказать. Я желаю вам быть творческими людьми, позитивными людьми, но тем не менее, как писатель, я могу вам сказать, что в хорошем настроении невозможно написать что-то стоящее, поэтому сегодня я буду слушать The Korea, и думаю, она меня наведет на какие-то новые мысли, которые я могу использовать в своих писательских продуктах. Поэтому я желаю вам доброго, хорошего утра, несмотря на такую пасмурную погоду. Желаю вам вкусного чая, кофе, хорошего завтра. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok